Вступительные испытания позади. Счастливчиками стали 359 ребятишек из разных регионов страны. Конкурс составил более пяти человек на место. Сегодня курсантов и их родители встретили будущие наставники. Оформление документов и на пункт переодевания, где ребят ждет стрижка и подбор обмундирования. А хорошими людьми придется стать всем кадетам, говорят руководители учебного заведения. Воспитанники кадетки станут на «ты» с новейшими информационными технологиями, иностранными языками, а главное спортивно-развитыми. До этого на территории училища построено более десятка спортивных площадок, тренажерных залов, есть и бассейн. Кстати, зарплаты преподавательского состава будут московскими, заверил министр обороны страны Анатолий Сердюков. Ребята же, перешагнув порог училища, прощаются с беззаботным детством. В течение семи лет их ждет полное гособеспечение, вплоть до персонального компьютера и строгий армейский режим. Воспитать воинов все же не самая главная задача учебного заведения, говорит директор училища Татьяна Машковская. Реконструкция бывшей «Зенитки» идет с апреля этого года, но и по сей день здесь кипят работы. Строители, как те студенты, перед экзаменом готовы за ночь выучить китайский язык, ведь работу будет принимать не кто иной, а глава государства. Ковровые дорожки, комнаты на двоих, сверкающая сантехника, каждый номер оборудован интернетом. Вот бытовые условия кадета, которые увидят Дмитрий Медведев. В ближайшие годы количество кадетов возрастет до 840, а вот девушек, как было обещано ранее, среди них не будет. Спасибо.